Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Lanos 2006 года выпуска. Двигатель 1.5 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 335 тысяч километров. Заменен на нем сальник правого привода в коробке. Поднимаю автомобиль, снимаю правое колесо и сливаю масло с коробки. Поднял автомобиль. Покажу все в масле. Также бережит сальник коленвала коренной хозяинской. Нету пыльника, хомута на пыльнике на внутреннем. Добавлю смазки, одену хомут. Ладно, нет болта. Одного. Я хотел слить масло, масло я сливать не буду. Я выдерну привод. Что вытечет, то вытечет. Я потом добавлю. Заливной болт. Заливная пробка, то есть, находится вот рядом с приводом. Через нее и залью. Сюда сейчас болт тоже подберу какое-нибудь, прикручу. Пока я здесь заглядывал, также увидел, бежит помпа. Если посмотреть, вот отверстие дренажное. Из него течет антифриз. Кожух разбитый полностью. О, какая складка на лонжероне. Лонжерон не дотянули. От удара сломало. Ну что, откручиваю шаровую опору. Я привод выдерну вместе со ступицей. Откручивать не буду. Откручивать не буду. Две гайки на 17, одна гайка на 15. Все, привод движется. Поддеваю вот здесь монтажкой. Ставлю тазик. Таймать подтеки масла. Поддеваю. И выдергиваю привод. Масло есть, это хорошо. Привод просто наверх убрал. Полностью, не выдергиваю. И пока подтекает здесь, вокруг протру грязь вот эту. сальник выпуклый, позволяет почистить грязь во внутренних упадет. Сальник выпуклый. Добавляю. Сальник выпуклый. Продолжение следует... Потребляют. Отлично, вот эта грязь по бокам при установке нового сальника мешать уже не будет. Выдергиваю сальник, поддеваю его монтажкой, только наружное кольцо пока снял. Субтитры делал DimaTorzok Чувствую придется его подминать. Не получается просто так выдернуть, возьму немножко сальник вовнутрь со мной. Я тем слотам наружную обойму ослаблю. Вот и все. Протираем посадочные. Вроде бы грязь вычищал. Но сняв сальник, все равно видно, что по краю еще есть грязь. Вот и все. Беру новый сальник 962 64 738. Вот такой вот сальник. Подбираю сюда подходящую оправку по размеру и забиваю его. И желательно забивать не вот по этой кромке, а чтоб она немножко по внутреннему железному пыльнику садилась в край. А масло-то по-хорошему в коробке надо не то что доливать, его менять надо. Масло грязное, подшипники аж в налете. Протерем, подшипник хоть белый стал. Веру сальник, сразу с оправкой ставлю его и как бы немножко осаживаю. И проверяем. Вот видно, по контуру садится ровно чуть-чуть вверх левая часть. Если поспешить, здесь сальник просто смять можно. Вот и все. Сальник сидит на месте. И низ, и верх осажен. Вставляю на место привод. С ав available на оправки. И так далее. Иет к培って. Т Shawn component. Сальник булка. одновременно попадая в привод и попадая в шаровую опору. Вот на шаровой в рычаг должна войти. Вот и все. Вставляю болты, но болты я в этот раз ставлю сверху, а гайки будут снизу. Затягиваю их и заливаю. Вот эти явные подтеки сейчас подбежали, я их замою, протру. Подобрал сюда болт. О, будет стоять. Так же добавил немножко смазки и одену хамот. О, будет стоять. 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 Все. Хамот стоит. Доливаю масло. Головка. 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 Головка на 13. О, какой ежик на пробке. Коробка. Головка уже подставшая. Я еще масло не долил. масло какое-то вытекает это добавлю да просто было перелито масло в коробке вот и все закручиваю на место пробку притягиваю вот и все сальник правого привода я заменил на это все всего вам доброго